Здравствуйте, дорогие зрители нашего канала! В сегодняшнем ролике мы расскажем вам о Италии, стране с интересным прошлым и настоящим. Италия – горячая страна моды, пасты, вина, харизматичных людей и страсти. В Италии 20 регионов, и побывав даже в нескольких из них, нельзя заявить, что ты был в Италии, а тем более знаешь ее. Италию нужно открывать и открывать. В каждом регионе Италии своя жизнь, кухня, традиции, идеалы, язык и тем более культура. В повседневной жизни итальянцев гораздо больше тайн, чем вы себе представляете. Италия занимает третье место во всем мире по популярности среди туристов и путешественников. Ежегодно ее посещает около 54 миллионов иностранцев, причем наиболее посещаемым регионом страны является Тоскана, которая издавна славится своими величественными замками и великолепными природными ландшафтами. На свадьбу присылают одно или два приглашения. По-первыхому, ты имеешь право прийти на официальную церемонию в церковь, а по-второму на веселую попойку и праздник после нее. В Италии нельзя находиться на пляже с одного часа ночи до пяти утра. Нарушение карается весьма ощутимыми штрафами. Стоит упомянуть, что мало кто из жителей Италии любит работать сразу же после выходных. Именно поэтому рабочий день в понедельник начинается с 15.00. При этом в течение дня итальянцы выпивают от 4 до 10 чашек горячего экспресса. В Италии принято дарить на Новый год красное нижнее белье и встречать праздник в белье этого цвета. Это тоже сложилось исторически. Еще в период Римской империи считалось, что красный цвет принесет здоровье и плодородие в Новом году. Сумку на одном плече носят только туристы. Местные всегда надевают через голову, поскольку ее могут вырвать мотоциклисты. Август – это месяц, когда вся страна уходит в отпуск. В это время года в Италии самый большой процент грабежей и краж. При обучении в итальянских вузах необязательно сдавать экзамены во время сессии. Студент может сделать это в любое время, когда будет готов. Во многих регионах Италии пятница – мужской день. В ресторанах только компании парней. Девушкам ходить по барам в этот день неприлично. При покупке надо обязательно брать чек. Вас могут задержать финансовый полицейский с пакетом из магазина или пирожком в руке с вопросом, где вы это купили, и выписать большой штраф за отсутствие чека. За убийство кошки в Риме дают до трех лет тюрьмы. По улицам столицы разгуливают около 300 тысяч бездомных кошек. Стоит также упомянуть и аналоги на тень, который уже давно принят в Венеции. Так, местные ученые посчитали, что их согражданам постоянно не хватает солнца витамина D, который передается от солнечных лучей. В результате этого все владельцы каких-либо сооружений, тентов и кафе с зонтиком регулярно выплачивают налог на тень. Правда, он действует только по солнечным дням. Существует около 350 видов итальянской пасты. Официальная процедура развода супругов в Италии длится около трех лет. Даже после этого суд может обязать мужчину содержать бывшую жену, если у нее недостаточно средств. По информации книги рекордов Гиннесса, в Италии больше всего лифтов в мире. Итальянцы с настороженностью относятся к голубоглазым людям, считается, что они могут сглазить. В одном и том же кафе в Италии заказ, сделанный на английском, может обойтись вам дороже, чем сделанный на итальянском. Потому что во многих местах для туристов цены выше, чем для местных. Просыпаться в 7 утра от диких криков разносчика газет в Италии совершенно нормально. Здесь никто и не подумает, хмурится по этому мелкому поводу. Все слова в итальянском языке заканчиваются гласным звуком. На завтрак в этой солнечной стране почти ничего не едят, зато перед сном здесь объедаются до отвала. В Италии нет ни одного детского дома. Дети здесь, лишившись родителей, не остаются сиротами. Они быстро обретают новую семью. Самые лучшие рестораны часто не имеют вывесок. Попасть туда можно только по рекомендациям. Италия считается одной из самых религиозных стран Европы. Вот такая она, эта солнечная, харизматичная, необычная южная европейская страна. А вы были в Италии? Напишите в комментариях. Ари Ведерчи! Если было интересно и познавательно, то поставить лайк желательно. А также нажать кнопочку подписаться на канал, чтобы быть в курсе новых видео. Круассан. Много вкусного контента. Продолжение следует...